Тема четвертая. Социально-политические и экономические изменения в русских землях в 14-м начале 16-го века. Параграф 1. Социально-политические изменения. В результате монголо-татарского нашествия и последующих вторжений, а также возникновения на западных границах Руси в 13-14 веках Великого княжества Литовского, часть русских земель оказалась в его составе или под властью Польши, Венгрии, Молдавии. Тем не менее, русские земли охватили огромную территорию от побережья Ледовитого океана на севере до среднего и нижнего течения оки на юге, от района Пскова на западе до нижнего Новгорода на востоке. В 13-16 веках русское население продолжает осваивать северо-восточную территорию. Продвижение происходит двумя потоками. Из Новгородской земли и из Ростова-Суздальской, Московской. В первой половине XVI века территория Московского государства увеличивается с присоединением русских земель Литвы, Чернигово-Северских и Смоленских. Таким образом, к середине XVI века складывается основная территория русского государства. Проникновение на восток, в Поволжье и на юг от Аки особенно усиливается во второй половине XVI века. Формирование русского государства было объективным и закономерным процессом развития государственных форм на территории Восточной Европейской равнины. На основе предгосударственных структур двух центров Восточного славянства – Новгорода и Киева – в XI-XII веках на Руси складываются новые формы государственных образований – волости, земли. Они представляли собой новый этап в становлении русской государственности. Дальнейшее их развитие было обусловлено монголо-татарским нашествием, приведшим в частности к изменениям в органах власти, усилению в ней монархических единовластных начал в лице князя. Этот фактор был одним из составляющих противоречивого и многогранного процесса зарождения и развития более зрелой государственной формы единого русского государства. Другими причинами явились экономические, социально-экономические и социальные изменения, а также необходимость постоянной обороны от врагов. Параграф 2. Усиление Москвы Из ряда земель, на которые распалась к началу XIV века Владимира Суздальская земля, самыми значительными были Тверская, Московская и Суздальско-Нижегородская. Каждая из них могла возглавить объединительный процесс, хотя последняя имела наименьшие шансы вследствие своего соседства с Ордой. Однако именно Москва становится не только центром объединения русских земель, но и столицей будущего государства. Существует несколько факторов, обусловивших этот процесс. Прежде всего, это выгодность географического положения, центр русских земель, торговые пути по рекам. В то же время бедность природы и искудность почв толкали московитов к расширению территории. Социальным фактором усиления Москвы было относительное спокойствие в сплоченной и сильной княжеской семье, в которой не было усобиц. Поэтому ей и предпочитали служить духовенство и боярство. Стабильность в московском княжестве во многом основывалась на мудрости и дальновидности московских князей, то есть на их личных качествах. Существует еще одно объяснение, принадлежащее Зимину. Особенности колонизационного процесса и создания военно-служилого войска – двора. Создаваемый социальный слой в будущем дворянства стал впоследствии опорой княжеской власти сначала в Москве, а затем и в московском государстве. Московская земля становится самостоятельной при младшем сыне Александра Невского Данииле Александровиче. Территория княжества была невелика, но московскому князю удалось ее расширить. Он отвоевал у Рязани колумну, присоединил переиславские земли. Таким образом, к Москве отошла большая и густонаселенная территория. А с присоединением к московской земле Можайска при сыне Даниила Юрии 1303-1325 годы вся территория по течению Москвы-реки оказалась в его руках. За три года московская земля увеличилась почти вдвое. Юрий Данилович вступил в борьбу за великое княжение. Его основными соперниками были соседние тверские князья, которые в этот период владели ярлыком на Владимирской княжине. Последующие два десятилетия вражды наполнены кровавыми и драматическими событиями. Наговорами московских и тверских князей друг на друга в Орде, военными столкновениями, казнями и убийствами. После смерти князя Юрия Даниловича, убитого в Орде, московский престол перешел к Ивану Даниловичу Калите 1325-1340 годы. Подавив с помощью татар антиордынское восстание в Твери в 1327 году, он получил ярлык на великое княжение и стал главным сборщиком и поставщиком дани в Орду. Ему удалось также скупить ряд сел в других землях, установить свою власть над Угличем, Галичем и Белоозером. Его стали поддерживать бояре и церковь. Митрополиты сделали Москву своим постоянным местопребыванием. В годы его княжения татары не подходили к московским владениям. Преследуя цель укрепления княжеской власти, Иван Калита сделал Москву самым сильным и богатым городом на Руси. Никто не решался оспаривать у него великое княжение. Усиление Москвы сделало возможным вступление в открытую борьбу с Ордой. По завещанию Иван Калита передал московский престол сыну, Симеону Гордому, 1340-1353 годы. Симеон и его брат Иван Красный, 1353-1359 годы, сумели продолжить политику отца, сохранить приобретенное им. Временно пошатнулось положение Москвы в связи с тем, что после смерти Ивана Красного великим князем стал его малолетний сын. Лишь через три года, благодаря усилиям митрополита Алексея и московских бояр, 12-летний князь Дмитрий получил ярлык. Тем не менее ярлык приходилось еще не раз отвоевывать у тверских князей. Тверь поддерживали Литва и Орда, что обострило и растянуло противостояние на восемь лет, 1367-1375 годы. Грозными были три похода на Русь литовского князя Ольгерда, однако они не принесли ни Литве, ни Твери успеха. В 1375 году началась Московско-Тверская война, в которой на стороне Москвы оказались Ярославская, Ростовская, Суздальская земли, а также Новгород. Тверской князь Михаил Александрович не смог долго оборонять Тверь и капитулировал. По заключенному договору Владимирский стол признавался вотчиной московских князей, а Михаил Тверской назывался теперь братом-младшим Дмитрия, став удельным князем Московской земли. Таким образом, теперь судьба Владимирского престола решалась уже не в Орде, а на Руси. Этому способствовало и ослабление Орды, вследствие раздиравших ее усобиц и частых смен ханов. За чуть более чем двадцать лет на Ордынском престоле сменилось двадцать ханов. Однако в середине 70-х годов XIV века узурпировавший власть на части золотоордынской территории темник Мамай сумел восстановить ордынскую мощь. Чтобы удержать власть, ему необходима была убедительная победа над Москвой. Столкновение стало неизбежным. Параграф 3. Куликовская битва Битве на Куликовом поле предшествовали два крупных нападения монголо-татар на Русь. В 1377 году русские отряды потерпели поражение на реке Пьяне. Следствием явилось взятие Нижнего Новгорода, его разграбление и сожжение. На следующий год, возглавляемый князем Дмитрием, русские полки сумели отразить новое нашествие большого войска Мурзы Бегича. Состоявшаяся битва на реке Вожи в Рязанской земле показала, что русское войско сумело подготовиться к сражениям с Ордой. В 1380 году, когда Мамай, собрав разноплеменные войско, двинулся на Русь, под стягами князя Дмитрия собрались воины из большей части северо-восточной Руси. Войско включало не только дружины, но и народное ополчение. Дмитрий проявил себя талантливым и мужественным полководцем, приняв решение переправиться через Дон и там принял бой, ставший первой крупной победой русского оружия над монголами. За эту победу князь Дмитрий получил прозвище Донской. Значение Куликовской битвы трудно переоценить. Успех в сражении показал единственный путь к свержению монголо-татарской зависимости дальнейшее объединение русских земель, центром которого стала Москва. Однако Ордынская зависимость еще не была ликвидирована. После похода хана Тахтамыша в 1382 году была взята Москва и вновь наложена дань. Параграф 4. Русь на рубеже XIV-XV веков. Перед смертью Дмитрий Донской в 1359-1389 годы составил завещание, согласно которому передавал старшему сыну Василию Владимирский Великокняжеский престол как свою водчину. Тем самым осуществилось слияние территорий Владимирского и Московского княжеств. Москва становилась главным городом Руси. Спор Москвы и Твери был решен в пользу Москвы. Ее границы на севере достигали Новгорода, на востоке – Нижнего Новгорода, на юге – доходили до Дикого Поля. Сын Дмитрия Донского Василий 1389-1425 годы продолжил политику прежних московских князей, основными направлениями которой было присоединение новых земель и оборона внешних границ. Василию удалось присоединить Нижегородское княжество 1392 год, приобретя на него ярлык в Орде, а также муромское и тарусское. На рубеже XIV-XV веков Русь вновь испытала нашествие с Востока. В 70-х годах XIV века усилился один из среднеазиатских властителей Тимур – Тамерлан. Им были завоеваны Средняя Азия, Закавказья, кавказские народы. На рубеже 80-х-90-х годов он, разгромив Тахтамыша, подчинил себе Золотую Орду. В ходе войны с Золотой Ордой Тимур в 1395 году дошел до русского города Ельца и разграбил его. Князь Василий Дмитриевич с войском вышел к нему навстречу, но битва не состоялась, Тимур повернул назад. Видимо, в его завоевательные планы не входила война с Русью, тем более, что война с Ордой еще не закончилась. В 1408 году неожиданный для Василия поход на Русь совершил новый ордынский правитель Эмир Едигей. Его войска сожгли Нижний Новгород, Ростов, Дмитров, Серпухов, разорили села. Достигнув Москвы, Едигей вся по плени и пусто сотвори, но сам город взять ему не удалось. Получив денежный выкуп, он ушел. Политическая ситуация на Руси во второй четверти XV века осложнилась междоусобицей московских князей, вылившейся в настоящую войну 1425-1451 годы. Поводом для нее послужил династический конфликт между князьями Московского дома. После смерти Василия Дмитриевича претендентов на великокняжеский престол оказалось двое. Десятилетний сын Василий и младший брат князь Звенигородский и Галецкий Юрий Дмитриевич. Юрий, а впоследствии и его сыновья Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный отстаивали родовой принцип наследования от брата к брату, а Василий семейный от отца к сыну. В сложной и драматической борьбе победу одержал князь Василий Васильевич, ставший в этом противостоянии темным вследствие ослепления противником. С поражением галецких князей более интенсивно продолжается укрепление центральной власти, хотя традиции народа власти прежних веков не умрут и в XVI веке будут реализованы при проведении реформ местной и центральной власти. Параграф 5. Завершение территориального объединения русских земель Заключительным этапом собирания русских земель Москвой стало присоединение Ярославской, Ростовской, Тверской и Новгородской земель, а также западнорусских, входивших в состав Великого княжества Литовского. Независимость Ярославля пала в 60-е годы XV века, а Ростов присоединился в 1474 году. Наиболее сложной задачей было присоединение Новгорода, где традиции независимости оставались очень сильными, несмотря на то, что в 1456 году по Ежелбитскому соглашению в Новгороде усиливалась судебная власть великого московского князя, а новгородцы лишались права самостоятельности в международных делах. События осложнялись тем, что в городе сложились две политические группировки, одна из которых ориентировалась на Литву, а другая на Москву. В 1471 году пролитовская группировка, возглавлявшаяся посадницей Марфой Борецкой, заключила договор с великим князем литовским и польским королем Казимиром IV, согласно которому он присылал своего наместника, но при этом обещал сохранить новгородские вольности и оборонять Новгород от Москвы. Чтобы не допустить этого, Иван III к 1478 году заставил Новгород капитулировать. Вече отменялось, вечевой колокол увезли в Москву, а вместо посадников и тысяцких стали править московские наместники. Земли наиболее враждебных Ивану III бояр были конфискованы. Тверские земли в 1485 году также оказались окончательно покоренными. Присоединение Твери означало завершение в основном процесса территориального объединения русских земель. Полностью это было осуществлено при Василии III Ивановиче, 1505-1533 годы, когда к Москве отошли Псков 1510 и Рязань 1521 годы. Несколько ранее в результате двух русско-литовских войн 1487-1494 и 1500-1503 годов к Руси отошли Чернигово-Северская земля и восточная часть Смоленской земли, а в 1514 году и сам Смоленск. Параграф 6. Окончание Ига. В 15 веке происходит распад некогда могущественной Золотой Орды. В 30-е годы от нее отделяются Крым, Астрахань, а в Среднее Поволжье переходят кочевники бывшего хана Золотой Орды Улу-Мухаммеда, который образует Казанское ханство. Приемницей Золотой Орды стала Большая Орда, ханам которой должны были платить дань русские князья. Эта традиция была нарушена Иваном III в 1476 году. В ответ на это в 1480 году хан Большой Орды Ахмат, забрав почти стотысячное войско и заключив договор с литовским князем Казимиром, выступил в поход. Иван III, находясь в сложной ситуации, не решался на крупные военные действия, хотя его войска стояли в ожидании на Оке. В начале октября обе рати оказались друг против друга на берегах притока Оки-реки Угры. Дважды пытался Ахмат форсировать небольшую, но бурную речку, и оба раза был отброшен русскими войсками. Переговоры не дали результата. Не пришел на помощь Казимир IV, на владение которого совершил набег союзник Ивана III, крымский хан Минглигирей. 11 ноября 1480 года Ахмат увел свои войска в степи, где вскоре погиб. Так закончилось стояние на Угре, приведшее к неизмеримо большим результатам, чем любые сражения. Данническая зависимость Руси была уничтожена. В 1462 году Иван III наследовал территорию, размера которой не превышали 430 тысяч квадратных километров. При вступлении на престол его внука, Ивана IV, в 1533 году территория Единой Руси увеличилась в 6 раз, достигнув 2 миллионов 800 тысяч квадратных километров. Параграф 7. Социально-экономические изменения С конца XIII по XV век время роста крупного частного землевладения. Пути возникновения частной земельной собственности разнообразны, от выделения из общины состоятельного крестьянина до пожалования великим князем Бояр наделами. Была возможна и покупка земли у общины на средства, полученные от неземледельческих доходов. Однако наиболее крупным землевладельцем становится церковь. Возможность развития церковного землевладения, в частности, была связана с веротерпимостью монголо-татар, которые освобождали церковные земли от даний. Со временем, обретя экономическое могущество, церковь стала соперником великих князей, а потом и царей, в борьбе за политическую власть. Несмотря на быстрый рост, крупное частное землевладение в XIV-XV веках не являлось господствующим. В северо-восточной Руси преобладало свободное общинное крестьянское землевладение, община называлась волостью или черной волостью, где положение крестьян было легче, чем частновладельческих. Уровень эксплуатации в XIV-XV веках был невысок. Основной формой эксплуатации был натуральный оброк. Крестьяне за пользование землей обязаны были платить необходимыми продуктами сельскохозяйственного производства или деньгами. Что касается наиболее тяжелой повинности крестьян, барщины, то она появляется на рубеже XV-XVI веков. К концу XIII-го, началу XIV века относятся возникновения специфической формы сельской жизни. Спорадические переходы крестьян либо из одной общины в другую, либо из общины в водчину, нуждавшуюся в рабочей силе. В XV веке они становятся системой, положенной в основу взаимоотношений крестьян с землевладельцами в рамках обычного права. Переход, как правило, был приурочен к одному дню. В центральных районах это был Юрьев день осенний, 26 ноября. Крестьянин имел право уходить и приходить за неделю до и неделю после него. Это время было удобным с точки зрения земледельческого календаря. Закончены осенние пассивные работы, но не начитая еще подготовка к новому сезону. Для обслуживания нужд государева двора появляется и такой вид землевладения, как дворцовое. С присоединением во второй половине XV века новгородских и тверских земель в руках великого князя оказался громадный земельный фонд. Он воспользовался этим для наделения землей переселенных землевладельцев, дворян. Этих переселенцев стали называть помещиками, а их владения — поместьями. В отличие от вотчины, поместье запрещалось продавать, дарить и наследовать. Вместе с тем помещики оказывались в зависимости от государства. Их обязанностью стала военная служба. В XIV-XV веках продолжалось развитие ремесла. Главными центрами ремесленного производства выступали города, но многие ремесленники жили в селах и вотчинах. Несмотря на расширение со второй половины X до начала XVI века хозяйственных связей между различными регионами, не стоит их преувеличивать. Широкая внутренняя торговля еще только налаживалась. В большей степени развивалась внешняя торговля. Водными и сухопутными путями велась торговля с Востоком, куда поступали льняные и шерстяные ткани, меха, оружие, ремесленные изделия. В обмен привозились шелковые и хлопчатобумажные ткани, драгоценные камни, пряности. Несмотря на частые войны, Русь имела постоянные торговые связи с западными странами. Туда ввозили в основном сырье, воск, меха, пеньку, лес, а вывозили благородные металлы, селитру, суконные ткани, вино, оружие. Существенное значение для западной торговли имела постройка Иваном Третьим в 1492 году на немецком рубеже против Нарвы крепости Иван-город. В целом, несмотря на внушительные размеры, внешняя торговля Руси испытывала большие трудности вследствие многих препятствий, в том числе и из-за географического фактора. Для дальнейшего экономического развития необходимы были выход к Балтийскому морю и контроль за Волжским путем. Параграф 8. Великокняжеская власть и государственный аппарат. Центральную власть в Объединенной Руси осуществляли Великий князь, Боярская дума, дворцовые учреждения и диаческий аппарат. В компетенцию Великого князя входили издания распоряжения законодательного характера, право назначения на высшие государственные должности, ведение Великокняжеского суда, высшие судебные инстанции. Великий князь возглавлял наиболее значительные военные походы. И все же Великий князь всея Руси в конце XV-начале XVI веков не был государем истинно самодержавного толка. Великие князья не столько возвышались над удельными и прочими князьями, сколько были первыми среди равных. Власть Великого князя ограничивалась традициями патриархальных представлений о характере власти. В личности самого Ивана III на первый план выступают такие черты, как осмотрительность, проницательность и дальновидность в сочетании с широким кругозором, стратегической масштабностью мышления и исключительной твердостью и последовательностью в достижении поставленных целей. Алексеев. Во всех государственных делах Великий князь координировал свои предложения с мнением Боярской думы, совещательным органом, ставшим теперь постоянным. В конце XV века дума состояла из бояр и окольничих. Численный состав был небольшим 10-12 бояр, 5-6 окольничих. Боярство было представлено людьми из старых московских боярских фамилий. Окольничьи стояли несколько ниже бояр. В среде боярства в XV веке сложились местнические отношения, которые регламентировались не родовитостью, а службами предков. Стремление великокняжеской власти к усилению приводит к необходимости создания единой исполнительной власти, органы которой позднее стали называться приказами. Приказы зародились в недрах княжеской системы управления из временных поручений, даваемых боярам. С конца XV века эти единичные поручения начинают превращаться в постоянные присутственные места, избы. Территориальное объединение русских земель предполагало развитие общего законодательства. Им становится кодекс Ивана III под названием «Судебник» 1497 год, который обобщил многие прежние правовые нормы и вместе с тем отразил новое в общественной жизни Руси 14-15 веков. Основной вопрос, который решался судебником, организации судебно-административной системы как в центре, так и на местах. Вводились три типа суда – великого князя, наместников и волосной. Судопроизводство предусматривало в ряде случаев участие представителей крестьян и горожан. Другой сферы приложения судебника были социальные отношения, касавшиеся поземельной собственности и зависимого населения. Впервые в русском законодательстве упоминалось о такой форме крупного землевладения как поместное, которое вместе с черными землями ставятся в привилегированное положение по сравнению с боярскими и монастырскими водчинами. Кроме того, судебник узаконил для всего государства Юрьев день 26 ноября. В случае ухода крестьянин платил хозяину пожилое – плату за пользование крестьянским двором и своеобразную неустойку за потерю рабочей силы. Ряд статей судебника посвящался институту холопства. В частности, речь шла об ограничении источников пополнения холопов, так как рост их численности вел к меньшей наполняемости великокняжеской казны. В XIV-XV веках основную массу великокняжеских войск составляли отряды великих князей, состоявшие из холопов и других слуг, а также отряды служебных князей и бояр. В крупных походах участвовало крестьянское и городское ополчение – посоха. Оно также использовалось при строительстве оборонительных сооружений. При Иване третьим основным войском становятся служилые люди, дворяне, являвшиеся регулярно на военную службу, конно и оружно. Число ратных людей, а также характер вооружения определялись размерами поместья. Большое значение имело введение в войске огнестрельного оружия. Сравнительно широко артиллерия, в основном переносная, стала применяться во второй половине XV века. Древнейшая из сохранившихся пушек была отлита в 1485 году. К началу XVI века численность армии достигла 200 тысяч человек. В параграф девятый. Основные тенденции развития культуры Московской Руси в XIV-XV веках. Монголо-татарская ига нанесла урон культурному наследию Древней Руси. Были уничтожены памятники письменности, выдающиеся произведения архитектуры и живописи. С борьбой с монголо-татарами связано дальнейшее развитие устного народного творчества. В былинном эпосе почти не появилось новых сюжетов, но он подвергся переосмыслению. Печенеги и половцы древнерусских былин стали теперь отождествляться с татарами. К XIV веку относится появление нового фольклорного жанра исторической песни. Песня о Щелкане Дудентьевичи, о литературе исторических повестей, повесть о Калкской битве, повесть о разорении Рязани-Батыем за Донщина. Продолжалось развитие житийного жанра, жития Александра Невского. В XV веке тверским купцом Афанасьем Никитиным было написано «Хождение за три моря». Тем самым возрождался древний жанр описания путешествий в другие земли. Сохранялись и умножались летописные традиции. В XIV веке в Москве был создан общерусский летописный свод, а составленный в 1442 году хронограф представлял описание всемирной истории. Архитектура представлена, как и прежде, в основном культовыми зданиями. Возобновившаяся раньше, чем в других землях, каменное строительство Новгорода и Пскова продолжила северные древнерусские стилевые традиции. Церкви Спаса на Ильине улице и Феодора Стратилата на Феодоровом ручье в Новгороде, церковь Василий на Горке в Обскове. Первыми каменными постройками в московской земле были храмы в Звенигороде и Загорске, а также собор Андрониково монастыря в Москве. В XIV-XV веках отстраивается московский Кремль. Первые белокаменные стены в двухлетний срок были возведены еще при Дмитрии Донском 1367 год. Столетие спустя в Москве началось грандиозное строительство, завершившееся к началу XVI века созданием ансамбля московского Кремля, главный собор которого, Успенский, был построен Аристотелем Феораванти. Собор был кафедральным храмом митрополита всей Руси, впоследствии здесь венчали на царство, собирались земские соборы. Также были возведены Благовещенские, Архангельские соборы, Грановитая палата, предназначавшаяся для торжественных приемов. Живопись Руси поражает творениями великих русских художников Феофана Грека и Андрея Рублева. Основные черты и принципы живописной манеры Андрея Рублева воплощает знаменитая Троица. Кисть его принадлежат также дошедшие до нас фрески Успенского собора во Владимире и другие. Для стилей фресковых росписей и икон Феофана Грека характерны экспрессивность и эмоциональность. Примером его творчества служат фрески в Новгородской церкви Спаса на Ильине улице. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова